Всем привет! На этом занятии мы добавим еще один слой, усиливающий цветовое разнообразие металлических элементов. На этот раз мы займемся более масштабной детализацией. Это тоже очень интересный процесс. На референсах я наблюдал более разнообразное сочетание цветов на металлической поверхности. Именно наличие такой детализации подчеркивает, что этому металлу уже много лет. При этом он имеет вид слоев и небольших деталей, спаянных и вшлифованных друг друга на одной поверхности. Добавляю еще один Fill Layer и для Base Color выбираю более зеленый цвет. Этот цвет обязательно нужно использовать и сейчас я начну с таких элементов. Меняю режим на Base Color, а режим наложения для этого слоя выбираю Multiply. Выберу более насыщенный зеленый цвет. Посмотрим, что получится из этого в результате. Отключаю все параметры, кроме Color. Получился слишком темный цвет металла и я уменьшаю прозрачность слоя. Также уменьшаю насыщенность и яркость основного цвета металла. Нужно, чтобы он стал немного темнее, так как он создавал слишком интенсивное проявление слоя в режиме Highlight. Вот так немного лучше. Если эти слои, которые сейчас находятся в режиме Multiply и Highlight, срабатывают так как нужно на подлежащей поверхности, то ей можно задать почти любой цвет и при этом материал будет хорошо смотреться. Нужно подобрать более соответствующий цвет басовой поверхности. Также активируем слой с зеленым цветом и зададим ему название Green Variant. А тот, который под ним, назовем Rough Edges. Обращаю ваше внимание, что очень важно правильно называть слои сразу, чтобы не запутаться. Добавляя Black Mask, мы не будем использовать генератор, так как нужно создать довольно крупные по площади детали. Использую для моих целей параметрические текстуры. Вбиваю в строку поиска слово Grunge и начинаем перебирать возможные варианты. Ищем наиболее подходящий. Мне нравится вариант Grunge 14, на ней есть разводы и она имеет достаточно четкие края. Это очень похоже на поверхность, введенную мной на референсах. Итак, начнем. Добавляем маски Fill и переносим туда текстуру. Переносим эту текстуру в Fill Layer. Регулируем Balance и Contrast. Нужно добиться нужного контраста детализации на поверхности. Также можно увеличить значение UV Scale, проекцию поменять на 3-планар. Этими манипуляциями можно добиться нужного нам положения детализации на поверхности. При этом, нужно учитывать, что использование 3-планарной проекции может быть не совсем корректным, так как у нас несколько мешей, которые по-разному ориентированы. Может быть, UV проекция будет давать вполне неплохой результат на большинстве мешей. Нужно быть внимательными с элементами, имеющими несколько разноправленных поверхностей. Продолжаю корректировать соотношение Balance и Contrast. Получается уже довольно интересно. Немного подкорректирую UV Scale. Нужно, чтобы разводы на поверхности смотрелись естественно. Также можно разнообразить узор кнопкой Randomize. Осматриваю модель, перемещаю источник освещения. И я вижу, что эффект еще не тот, что мне нужен. Немного увеличу Contrast для текстуры. И вот вы видите, что стало лучше, нужно просто немного уменьшить UV Scale. Увеличиваю непрозрачность слоя Green Variant. Нужно, чтобы разводы на поверхности стали более выраженными. Вы видите сейчас эффект, полученный на этой поверхности. Появились разводы нужной формы и цвета. Результат мне нравится, и он очень нам подходит. Остальные металлические элементы тоже смотрятся красиво. Можно улучшить отображение текстуры. Меняю режим отображения слоя на Overlay. А самому цвету уменьшаю насыщенность и делаю более светлым. Я считаю, что нужно сделать текстуры немного темнее. Это добавит разнообразие цветовых оттенков. И даже с отдаления они будут смотреться довольно отчетливо. Получилось немного больше цвета. Немного уменьши непрозрачность слоя. И теперь смотрится уже немного лучше. Она стала не такой заметной и выраженной. Нужно сильнее выделить отдельные детали типа заклепок. Добавляю еще один слой и называю его Bolts. Для Base Color выбираю более темный цвет и увеличиваю значение Roughness. Отключаю все параметры кроме Color и Rough, которые я еще немного увеличу. Меняю режим наложения на Multiply и значительно уменьшаю непрозрачность. Добавляю Black Mask и уже маски добавляю слой Paint. Этот слой позволит нам производить произвольную прорисовку на поверхности вручную. Первым делом увеличиваю жесткость краев кисти. Для этого нажимаю Ctrl плюс правый клик и перемещаю курсор вверх. Также выбираю No Pressure для параметра Size, чтобы давление на перо не меняло размер мазка. Теперь можно по очереди кликать по заклепкам. Нужно максимально четко и точно закрашивать всю их поверхность. Клепки имеют разный размер, соответственно регулируем размер кисти. У них могут быть пересекающиеся UV. Перехожу на боковую грань. Я это делаю, чтобы получить большее разнообразие детализации на большей поверхности. Таким образом металлические элементы модели выглядят более содержательно и интересно. Продолжаю закрашивать заклепки, делая края кисти более жесткими и корректирую размер по размерам заклепок. Таким образом нужно проработать каждую заклепку. Это не первостепенно важные детали, но сейчас их все уже нужно проработать, чтобы сделать металлическую конструкцию немного более интересной. Повторим процесс и на каждой стороне закрашиваем каждую заклепку. И теперь вы видите, как эти детали смотрятся более отчетливо и красиво. Можно сделать их еще немного темнее, чтобы они хорошо смотрелись даже с отдаления. Попробую сделать базовый цвет металла более светлым, а также немного смещаю оттенок в красное. Так, наверное, будет смотреться лучше. Увеличиваю непрозрачность слоя болтс и их цвет становится более выраженным. И вот, все смотрится довольно хорошо и последнее, что я хочу сделать, это добавить окисленные участки медной поверхности. Тут нужно будет использовать светлый зеленый цвет гранж текстуры.